Как вы себе представляете уничтожение частной собственности? Известно как. У людей всё отберут. Квартиру, машину, бизнес, трусы с зубной щёткой. И жён. Откуда вы это взяли? Как откуда? Я человек просвещенный. Телевизор смотрю, даже президент об этом говорил. Ах, вы, наверное, это имеете в виду. Большевики предлагали не только кур об обществе, но и женщин об обществе. Вот-вот, всё об обществе, всё отнимут и поделят. Давайте разберёмся. Выдумка об обществлении женщин, появившаяся в первые годы советской власти и подхваченная зарубежной прессой того времени, давно разоблачена. Советы как раз впервые в человеческой истории покончили с унизительным бесправием женщин. Да вы что? Ну зачем же тогда президент? Предлагали не только кур об обществе. Ну, это тема отдельного разговора. Вернёмся к вопросам собственности. Посмотрим, что именно и у кого коммунисты собираются отобрать. Ну, давайте. Потерял работу, источник дохода, перестал выплачивать ипотеку, всё, с вещами на выход. И что же это получается? У фабрик и заводов хозяев не будет? Кто же тогда будет всё организовывать? Это как, заводы что ли снесут? И что, даже комнатушку в квартире сдать будет нельзя, чтобы немного подзаработать? Перестань думать, что ты не достоин быть богатым. Главное начать мыслить, как миллионер уже сейчас. А куда нам-то и хозяевам деваться? Смотрите, сейчас. Есть кому-то особое дело до того, останетесь ли вы на плаву или разоритесь. Ну, ага, значит всё-таки сохранится малый бизнес. Вы не представляете, как много мне приходится работать над тем, чтобы у меня все пахали, как папа Карл. Субтитры подогнал «Симон»